Всем привет! Со мной на связи Ренат Абдухаков, руководитель объединения «Отцы страны». Вы все могли его и должны были видеть на митинге, который не так давно происходил. И вместе с ним штатный психолог, я так понимаю, от этого объединения «Отцы страны» Мария Косова. Только не штатный психолог, а просто психолог. Ну, штатный «Отцы страны». Да, просто психолог «Отцы страны». Хорошо, психолог «Отцы страны». Я так понимаю, что, судя по занятому достаточно расписанию, то есть с большим трудом нам удалось все-таки состыковаться. Спасибо большое, что нашли время. Похоже, что вы не особенно, скажем так, то есть несмотря на карантин, вы достаточно занятые люди, видимо, да, у вас активность идет такая достаточно. В общем, для вас нет перерыва в деятельности. Может быть, даже наоборот наступила повышенная нагрузка. То есть, Сергей, смотри, еще просто тоже такая позиция очень интересная. Все говорят, там, карантин, самоизоляция. Но что-то как-то мы работаем. Странно, что другие люди не работают. Ну, у меня немножко другое отношение к карантину, чем у Рената. Я за безопасность, прежде всего, и за безопасность бездоровья граждан. Это, во-первых. Во-вторых, я, например, как специалист прогнозирую, что по выходу из карантина у меня, например, нечто, как у психолога, работа прибавится. Потому что много страха, много тревоги в этом во всем процессе. И совершенно можно понять тех людей, которые не желают сейчас выходить на работу даже по, так сказать, острой необходимости. И сейчас у меня, конечно, тоже много работы в процессе этого гарантина. И я работаю дистанционно. То есть люди обращаются, потому что страшно от той информации, которую они получают. Хорошо. Я, собственно, очень хотел и надеюсь, что мы этому основной части уделим времени именно поговорить о таком явлении, как ПАС, про которое тоже речь на митинге шла. На моем личном опыте вы всего второй русскоязычный психолог, кого я слышу, кто произносит это словосочетание. Но поскольку все-таки вы состоите в общественном объединении, оно занимается такими, активно занимается вопросами как раз, в разборках в том числе с разделом детей. Я так понимаю, Ренат лично проходит тоже через целую историю со своими приключениями. Если это не тайно, расскажете в двух словах, что, собственно, сейчас происходит и чем вы заняты? Обычно, ну и сейчас вообще. Что из этого не тайно? Я могу сказать следующее, что я занимаюсь не только отстальной стороны, да, я вообще практикующий психолог, у меня уже 7 лет, с детьми, с семьями и с внутрисемейными конфликтами. Но в том числе я занимаюсь отстальной. Потому что отстам сложно, отстам тяжело, сейчас происходит очень много конфликтов, очень много напряженных ситуаций, и с юридической, и с психологической точки зрения. Что касается синдрома ПАС, да, действительно, немногие психологи произносят это слово, потому что на самом деле у нас в стране этот термин достаточно новый. Как такового материала, хорошего материала, развернутого исследования в нашей стране пока нет. То есть перед своим выступлением на митинге я собирала буквально информацию по группе. И в этом мне тоже никому помогало. Спасибо, кстати, ребят, большое спасибо. Спасибо. Ренат, есть чем поделиться про практику вообще, чем занимаются отцы страны, ну и чем они занимаются сейчас, там, не знаю. Ну, сейчас, возможно, у меня, как всегда, очередной раз начнут там лететь камни и все что угодно, может быть, со стороны некоторых личностей мужского движения, которые не любят, когда я говорю то, что у нас существуют диванные папы, и те люди, которые, в принципе, ничего не делают. Самый простой пример. У меня ситуация... От меня скрыли вообще ребенка на три месяца. Я с ним не разговаривал, его не видел, не знал, где он находится. И при этом всем не сдавался. То есть вот эти все три месяца это были поиски. Законные, незаконные, без разницы, да? Мысль в том, что потом все-таки с помощью какого-то давления и с помощью каких-то рычагов и цепочек взаимодействия, в том числе с органами нашей доблестной полиции, я все-таки 4 января попал на день рождения к своему сыну, пусть даже на три часа. И что самое интересное, ребенок меня не забыл. Потом тоже был какой-то перерыв. Две недели, три. Тоже на три часа попал. В итоге за 2020 год я вообще видел, в принципе, сына три раза по три часа. Но проблема отцов, когда они опускают руки и не хотят даже приезжать к своим детям в садик, в школу, куда угодно. И буквально самый простой пример, буквально был месяц назад, где-то около месяца назад, отец не видел своего трехлетнего ребенка год. При этом, понятно, он не скрывает в том, что он сам действительно опускал руки. И получилась такая ситуация, что за этот год его не пускали. И за год мы добились встречи. И, собственно говоря, он увидел, ребенок его вспомнил полчаса времени. Хватило для того, чтобы он привык опять к папе и через полчаса кричал «папа, папа, папа». То, что сейчас происходит, если это, опять же, не секрет. Я знаю, что значит это словосочетание. Фамилия Буров, защитники детства, по-моему, называется, и еще там сообщество. Да, существует у нас такое движение волшебное, называется оно «Стопкиднейпинг», которое, я говорю об этом открыто, потому что мне, в принципе, бояться нечего. В движении «Стопкиднейпинг», которое похищает детей у отцов, естественно, это 99% случаев, и 99% случаев это за деньги. Это Шумякина Екатерина. Ну, Буров это такая личность, которая, на самом деле, не совсем, ну, там, он принимает какие-то решения. Существует Шумякина Екатерина, Марова, Александра, и еще есть личности, с которыми мы, кстати, благодаря работе в Госдуме общались и общаемся, и которым, я так понимаю, что мы мешаем, потому что в открытую всем заявляют, что за пару дней назад я под машиной, благо мою машину забрали на штрафстоянку за нейтральную парковку, и когда я осматривал машину при получении в этот же день, я нашел маячок. И как вы думаете, кому этот маячок нужно ставить? Смысла бывшей жене моей ставить его нету, потому что ребенок не со мной. Врагов у меня особо в бизнесе тоже нет. Ну, кто это может быть? Давайте пальцами не будем указывать. Кстати, по поводу, вот сейчас, смотри, по поводу синдрома Паста расскажет более, да, открыто. Моего ребенка, могу открыто сказать, пытались настроить за три месяца против меня, не давали вообще со мной общаться, видеться, потому что, естественно, он побежал бы ко мне. Но, что самое интересное, через три месяца я понял, что его психолог обрабатывал, и говорили, как отучить от папы, но не получилось. Но это, опять же, зависит от каких-то взаимодействий. Обязательно нужно работать с психологом, обязательно, и консультироваться, что делать и как делать. Венат, я правильно тебя поняла, что ты имеешь в виду отцов и консультации с психологом, ну, и там начальство? Да. Ага, я тебя как-то не услышала. А я правильно услышал, мне показалось, что ребенка как раз пытались с помощью психолога отучить от отца? Да. То есть есть психологи и контрпсихологи, да? Нет, в общем, есть психологи, но вкратце, да, мы не будем же тоже там скрывать эту информацию. В топки днеппинге существуют психологи, которые делают экспертизы, в том числе советуют матерям, как общаться с ребенком для того, чтобы ребенок потом, в принципе, не вспоминал отца вообще никак, либо самыми плохими словами. Существует такой инструмент в психологии, в психотерапии вообще, как манипуляция, да? Если специалист знает возрастные особенности, хорошо их знает, то он знает, как ребенком манипулировать, например, где надо, и так далее, и так далее. С моей точки зрения, это приемы запрещенные, они не экологичные, они вредят развитию здоровья ребенка. Я не использую такие приемы, я против этих приемов, потому что дети – это живые люди, которые растут и развивают. И вот этим давлением, когда мы родители, да, среди нас все родители, у меня тоже есть ребенок, я сама мама, те родители, которые используют манипуляции, давление на свои детей, пытаются их как-то перетянуть, склонить на свою сторону, на самом деле они делают своим детям очень большую, простите меня за просречен гаду. Какое, расскажу чуть позже. – Насколько я знаю, по крайней мере, в западном мире, да, там среди, например, адвокатов и врачей существует такое понятие, как борд, да, то есть когда есть некое сообщество, и за определенные проступки оттуда, в общем, людей, ну, исключают, то есть могут, например, выгнать из адвокатов за неэтичную практику, выгнать из врачей за врачебные халатности. И, я так понимаю, психотерапия тоже такая очень чувствительная в этом смысле сфера, где репутация очень много значит. Никто не контролирует, что, например, некий психолог, абстрактно возьмем психолога, он просто активно работает на разрушение связи между родителем и ребенком, который живет отдельно. – Согласен Сергей, просто психология в России, она как-то очень самобытно развивается, да, если, например, мы возьмем Германию или вообще Европу, то там есть взорный орган за психологами, психотерапевтами, и там существует совершенно четкая система лицензирования данной деятельности, то у нас эти моменты лицензирования, вот эти моменты надзорных органов очень размытые, да, и границы очень размытые, поэтому каждый психолог, да, попадая в ту ситуацию, когда его в чем-то уничают, может как-то тоже манипулировать, между прочим, надзорными органами, говорить, я художник, я так вижу, или рассказывать про то, что папа такой не очень хороший, или еще что-то, то есть каждая вообще ситуация, я заметила, Сергей, вот каждая ситуация, каждая история, отца, несмотря на то, что общие моменты все-таки есть, каждая ситуация, она очень индивидуальна, и каждая ситуация, она, в ней происходят свои процессы, да, вмешиваются всегда разные люди, и поэтому у нас как-то очень плохо с именно лицензированием, именно вот какие-то лишения дипломов, лишить дипломы в нашей стране психолога очень-очень сложно. Ну, хотел бы добавить еще, что касается адвоката Бурова, адвокат-то у нас был пойман на том, что вместе с братом похищал ребенка, но его за это никто адвокатского статуса не лишил. Ну, а, понимаете, мы сейчас немножко от психологии переходим уже к системе, да, к самой, может быть, даже к коррупционной составляющей, правильно слышу, что вы именно об этом мужчина? Ну, я скорее имел в виду такую, как бы, профессионально-этическую сторону, да, нелегальную. Обычно, по крайней мере, и психологи сами стараются такой имидж себе держать, да, я там, как могу, в том числе, рекламирую в своей среде, что это люди, которые способствуют целостности в целом, да, то есть это, в общем, ну, какая-то разновидность такая, может, не врачебная, но околоврачебная. А у врачей, как известно, там есть принцип, да, не навреди в первую очередь. А тут я вот слышу, что есть вполне люди, которые готовы осознанно за деньги, да, брать и вот причинять, ну, более-менее гарантированный вред. Это звучит несколько удивительно. Честно говоря, в любой профессии существуют такие люди, да, мы не будем переходить на личность, не будем думать про то, какие специалисты вообще существуют в первую очередь. Ну, вообще, в принципе, в общем и целом, существует этический кодекс психолога, психотерапевта, который также говорит нам о том, что есть такой большой и хороший принцип не навреди клиенту. И когда психолог перестает быть объективным, включает свою личность и по каким-то мотивам включает коррупционную составляющую, там уже об интересах клиента, об интересах пациента, кто-то называется пациента, кто-то называется клиента, но все зависит от сферы психологии. Об интересах именно пациента речь уже не идет. Речь идет об обогащении, мотивировании своей профессии. Но это просто другое, я считаю. Это же про какие-то личные качества специалистов. Специалисты бывают разные, вынеслись и к сожалению. Знаете, почему этот вопрос заинтересовал? Потому что все рецепты до сих пор, все, что я читал по поводу паст, интервью я смотрел и рекомендации, они все были предназначены, допустим, рекомендацией отцу для того, как общаться, во-первых, с ребенком, теми обрывками, которые ему удается общаться, во-вторых, как себя вести с родителем читающим. А получается, в этих рекомендациях не хватает новой, такой свежей, большой, сложной главы. А что, если с той стороны есть психолог еще, кроме всех прочих, который против вас работает? Переходя уже к сторону пас. Ну да, совершенно верно, есть такая проблема. И тогда вот моя гипотеза, Сергей, я просто вам возвращаю то, что вы сказали. Получается, что это даже не просто борьба двух родителей, это борьба еще и двух специалистов. То есть это опять еще один процесс, включенный в большой, большой общий конфликт. Получается так, наверное. И это сложность, правда. Потому что один, например, специалист может желать помочь, другой специалист может желать обогатиться. У каждого специалиста могут быть разные какие-то мотивации и какие-то личностные включения происходить. Поэтому это очень сложный процесс, очень тяжелый. Можно сказать, что это такая типа гонка вооружений получается уже в этой области. То есть область еще толком даже не вошла в публичную сферу, чтобы все про нее знали, но там уже идет гонка вооружений. В принципе, да, совершенно верно. Еще не каждый стихолог желающий помочь слышал вообще в принципе что-либо про синдром паспорта. У меня есть профессиональный план. Я хочу защищать кандидатскую диссертацию в будущем по этой тематике. Мне просто хочется сейчас собрать материалы, сформулировать тему, провести исследование и, может быть, дать какой-то продукт семья, как вообще с этой проблемой жить, как не справиться. Это далеко идущий план. А вы сейчас вовлечены, без конкретных имен, естественно, без конкретных дел, но я имею в виду, вы участвуете как эксперт, например, в судебных заседаниях или как просто на уровне терапии в ситуации, где длительная уже история спас. Сейчас у меня есть клиенты, у которых есть истории спас, но они пока так не называют эти истории, потому что не находятся в самом начале, то есть как такового синдрома еще нет, но может появиться в любом случае я работаю всегда с конфликтными семьями. Сейчас в судебных процессах я не участвую, поскольку у нас карантин, в судебных процессах практически не происходит или происходит мало, но клиенты есть, которые хотят понимать, хотят знать, как вообще сейчас тебя вести, как сохранить хотя бы свою собственную целостность, потому что для родителя, который переживает отчуждение собственного ребенка, это же тоже стресс, он же тоже человек, как бы его не позиционировали каким бы монстром, он все равно человек, и у него тоже происходят негативные всякие вещи, и он тоже с ними приходит и тоже не знает, что с ними делать по-русски. Просто за этим конфликтом иногда родители забывает человечество. К сожалению, на личном опыте немного знаком с этим, к счастью, там слабее, чем многим людям досталось, но я, в общем, хорошо представляю, о чем вы сейчас говорите, примерно три года у меня такого личного опыта было. Я правильно слышу, что вы отец? Да, и не просто отец, а я еще и отец, которому ребенок, в общем, сбежал после 14 лет, то есть неожиданно, достаточно резкий произошел переход, ну, это, наверное, заслужит отдельной истории, она у меня есть на канале рассказана, но, в общем, для краткости, ребенок отчудился, так выразимся, продолжался три года, вот, потом ему исполнилось 14 лет, и он неожиданно при моем очередном вот таком точечном контакте, я контактировал точечно, ну, как минимум, в день рождения всегда, то есть я что-нибудь писал там или звонил, или, ну, как правило, писал по электронной почте, и он вдруг неожиданно вышел на контакт, потому что я так нейтрально себя поставил, то есть я как бы не ушел совсем, не пропал, но и не навязывался тоже, он вышел на контакт, и только он вышел на контакт, я это подхватил, и у нас практически с нуля, вот, с трехлетней паузы отношения очень быстро развелись, буквально за месяц-два мы уже практически были, как будто мы особо, в общем, паузы и не было, потом я нашел психолога, для него личного психолога, уже не нашего общего, а его собственного, то еще где-то через два месяца терапии, в общем, приняли решение, в общем, ну, по-русски будем сказать, он ко мне сбежал, это было отдельное приключение, в общем, он переехал, и вот и поныне, как бы, ну, сейчас, по факту он живет уже отдельно, потому что просто он достаточно взрослый, в общем, мы его на самом деле отселили, но как бы я являюсь, то, что называется, custodial parent, то есть он числится на мне, я получал алименты, отчуждение и получение алиментов, вот, но я, в свою очередь, категорически не стал участвовать ни в чем таком похожем на отчуждение, я слишком хорошо знаю, что это, знаю, что это такое, во-первых, и знаю, что это самому ребенку не полезно, поэтому мне даже в голову это не приходит делать, и, собственно, сейчас, ну, сын уже достаточно взрослый, ему там почти уже 18, и, в общем, осталось там считанные месяцы до совершеннолетия, у него достаточно ровные отношения, то есть он как бы, он живет самостоятельно уже давно, он спокойно, ровно общается со всеми членами семьи, и расширенной семьи тоже, ну, в общем, такой вот редкий случай, ну, не то чтобы хэппи-энда, но вот частично повезло, частично как бы я был готов, у меня была некая теоретическая база, там, почерпнута из западной литературы по вот этой тематике, моя настольная книжка долгое время, к сожалению, была эта вот книжка на английском языке Алика Болдуина, про его собственную вот эту вот тяжбу с ребенком, и оттуда я узнал фамилию Гарднер, кто такой Ричард Гарднер, вот, ну, и уже позже там все остальное подцепилось. Ну, собственно говоря, я слышу, что вы предприняли достаточно грамотные, даже в теоретическом смысле, шаги по контакту с собственным ребенком, и знаете, Сергей, что, ну, как правило, все-таки это мамы, да, но у нас разные, конечно, ситуации бывают, бывают, что и папы отчуждают, между прочим, да, но вот отчуждающий родитель не понимает одной интересной вещи, когда наш ребеночек, будучи отчужденным в маленьком возрасте, да, можно даже в школьном, дошкольном, вырастает, он возвращает все обиды, все непонимания, почему я не могу любить другого родителя, да, почему ты мне ставишь запрет, то есть получается у него в голове что? Я не имею права любить второго родителя для того, чтобы быть принимаемым тем родителем, которым я живу, это же просто беда у ребенка случается, он на самом деле ему это непонятно, и вот вырастают такие дети, иногда начинают очень негативно относиться к тому родителю, с кем они, собственно, остались, и начинают разыскивать второго родителя порой, либо есть другой вариант, более страшный, когда происходят вот эти вот процессы, когда происходит вот этот внутренний личностный конфликт, когда вот эта боль ребенка живет, в подростковом возрасте он возвращает нам всю бурю, какую только можно, да, и никто ничего понять не может, был отличник, там примерный ребенок и так далее, но при этом начинают совершать противоправные действия, да, так резко, так ярко, что даже порой специалист не может разобраться, что случилось с ребенком, а у ребенка сидит вот этот вот личностный конфликт, я вроде как люблю обоих родителей, но не один родитель запрещает любить второго, это же катастрофа, и вот этого, к сожалению, родители, руководствуясь, естественно, мотивами мести, руководствуясь своей собственной обидой, этого, к сожалению, родители не понимают, он думает, что делает благо ребенка, ну, право каждого из нас думать, как он хочет, мое профессиональное мнение это того, что эти детки вырастают, они начинают с образцового выраста, моя гипотеза такая, они начинают у них проблемы, почему я так говорю, потому что я долго работала с подростками, и с проблематикой, и очень часто вижу такие, когда подросшие уже дети начинают относиться к ситуации, и у них начинаются какие-то проблемы, и очень нелегко работать очень нелегко вернуть им минимально душевную работу. А еще бывает интереснее, когда эти дети вырастают уже в более взрослый возраст, когда летние, взрослые состоявшиеся люди, и вдруг приходит клиент, который говорит, что у меня ни там не получилось, ни там не получилось, ни на работе, ни с противоположным полом, ничего вообще нигде. Ни в одно свержение все летит, непонятно, почему я вроде учился, я вредил себе, и так далее, и так далее. Понятно, почему? Он не умеет общаться, например, с противоположным полом, потому что родитель противоположного пола, предположим, был отчужден. Или он не умеет себя отождествлять под своим полом, потому что был отчужден родитель того пола, который его ведет. Или вот человек, да, который пишет с ним. И там тоже очень много получают, очень длительная терапия бывает, и намного тяжелее эти вещи и решаются. Поэтому выбор всегда относится за родителями. Прийти к осознанному родительству, отделить свои, разобраться в своих отношениях самостоятельно в белой части ребенка. Понять, где я супруг или супруга, а где я родитель, или создать своему ребенку вот такое будущее, которое я только что нарисовала. Я лично за осознанное родительство. У меня, так сказать, жизнь заставила. Так что да, за более чем осознанное. Даже, наверное, местами перебор с осознанностью. Когда начинаешь уже над рядовыми фразами, или уже что-нибудь скажешь, или подумаешь, думаешь, а я правильно подумал в контексте «вот пас», я не навредил в эту сторону случайно. То есть такая гиперосторожность уже в этой сфере. Это уже тревожные родители, которые звонят иногда по ночам и говорят, а я правильно сказал. Наверное, правильно. Бывает. А бывает просто, например, думаешь, спустя несколько дней, думаешь, правильно ли я ту фразу, ничего точно ли я не нужно было, нужно ли я бы это было говорить, и так ли это нужно было сказать. То есть, вернее, тоже больше про тревогу, про родительские компетенции. Это немножечко, наверное, другая тематика. Хотя она тесно очень связана с синдромом паса. Когда мы имеем вот эту травмирующую для родителей и для детей ситуацию, мы априори наверняка имеем тревогу и всевожное отношение к синдромам. Режу ли я еще там. Очень много процессов, на самом деле. Есть что по исследованию. Мария, а мы вот до сих пор так спокойно говорим, как понимающие оба... Ну, я немножко в теме, вы, естественно, профессионально в теме. А для тех, кто, например, никогда еще ни разу не сталкивался, и так получилось, что не смотрел ничего на эту тему раньше, как бы вы вот своими словами описали, что такое вообще пас или отчуждение, что было бы полезно знать любым родителям, и отцам, и разведенным, и еще неразведенным. Сергей, ну я, наверное, перечислю те признаки, по которым можно, собственно говоря, выявить или подозревать этот синдром паса. Синдром паса, повторюсь, это синдром отчуждения одного из родителей. Как правило, это... Ну, не как правило, это всегда отдельно проживающий родитель. То есть когда родитель, проживающий совместно с ребенком, внушает ребенку негативные мысли и чувства по поводу второго родителя, иногда невозможно. Ну, коротко, если простым языком, я не буду сегодня наших зрителей и слушателей сильно грузить психологическими терминами, да, если у кого-то есть желание, могут открыть книжку Дарна, или почитать статьи, да, чтобы как-то свой кругозор расширить. Но в жизни это выглядит примерно следующим образом. Ребенок, который ранее, да, с родителем отдельно проживающим нормально общался, вдруг ни в того, ни в сего начинает говорить, что второй родитель плохой, да. Рассказывает... Причем он будет рассказывать о том, почему этот родитель плохой, совершенно без эмоций, либо с эмоцией страха. Если он будет, например, рассказывать про второго родителя при том родителе, с кем проживает, то мы даже можем заметить чисто физически, да, что он как будто бы оглядывает второго родителя, ища вот этого одобрения. Это очень заметно визуально, если присмотреть, если второй родитель хорошо знает своего ребенка, он поймет, да, что ребенок так говорит, может говорить из страха, из тревоги, быть отвергнутым родителем, в котором он проживает. Я осознанно сейчас не говорю про маму либо папу, потому что я все-таки стараюсь быть объективной, да, повторюсь, бывают варианты разные. Ну, в нашей стране в основном по статистике отчуждают маму. Соответственно, когда ребенок начинает беседу или общение со вторым родителем, он может высказывать какие-то страхи, тревогу, необоснованную совершенно при этом. Он может рассказывать про второго родителя то, чего не было. Причем ребенок рассказывает негативные вещи про второго родителя совершенно, что называется, без выражения. Знаете, есть такое выражение «поставить ребенка на сабуреточку», да, чтобы он стишок сказал. Так вот, он вам будет заученный стишок рассказывать без эмоций, совершенно. Причем, что характерно, он будет рассказывать вам про вас, гадость, какими-нибудь заученными словами. И не просто заученными, а взрослыми словами, да, несвойственными возрасту. Еще, если родитель хорошо, опять же, знает своего ребенка и прислушается, то в одной и той же праздне ребенок может назвать совершенно противоречащие друг другу вещи. Например, сейчас очень тонкая фраза, не знаю, Сергей, вы поймете, о чем я или нет. То есть, цитата, и за мной экспертиз. Сын говорит про отца следующее. Сын знает отца, да, как бы знаком, но в маленьком возрасте родители разделились. Маленькая предыстория. Сын говорит следующую фразу. «Я не знаю этого человека, я его ненавижу, не хочу его видеть. Не видеть, не слышать». Ну, я прошу прощения за неточность цитаты, но вот такое вот эмоциональное. Вот скажите мне, Сергей, если вы не знаете человека, вы можете его ненавидеть? Вот такой тонкий момент. Ну, вряд ли, разумеется. Да, ну, вот в этой фразе понятно, о чем я, да? То есть, совершенно начало фразу может противоречить к концу фразы, да? И мы сложно разберемся в чувствах ребенка или не разберемся вообще. При этом вот сохраняется у ребенка тревога, страх. Впоследствии это может перерастать в какие-то неврозопанические атаки. Ну, это и в случае какого-то опягощенного аналога. Ну, вот эти вот звоночки, да, которые я сейчас перечислила, ну, они должны родителей немного насторожить, да? И тут важный такой момент, чтобы родитель, отчуждая мыть, не опускал руки, чтобы он какую-то информацию о себе все равно ребенку давал. Нейтральную. Ни в коем случае нельзя тянуть ребенка на свою сторону, да? Говорить, что там второй родитель, он все неправильно говорит, он плохой и так далее, и так далее. Никогда не обесценивайте второго родителя, даже если действительно есть что-то причина. Как вы совершенно верно сказали, на день рождения, на праздники, поздравления обязательно, какие-то письма. Вот то, что вы хотите сказать лично ребенку, да, не про второго родителя, не про то, что происходит, да, это ваш взрослый конфликт. Отделяя взрослый конфликт, пытаться общаться, пытаться разговаривать со своим ребенком просто как с ребенком, так же, как вы бы общались с ним, если бы жили совместно. Вы можете сообщать ему о своих чувствах, о том, что вы его любите, о каких-то, может быть, планов, о том, что ребенок в любой момент может у вас найти поддержки, что вы его всегда принимаете и поймете. Да, это особенно важно для подростков. Там начинаются всякие истории про первую любовь и все остальное и какие-то первые противоправные действия, но об этом мы молчим, наверное, скромно. Но, тем не менее, да, вот такая вот поддерживающая позиция собственному ребенку, она очень важна с какого бы возраста ребенок ни был. Это, наверное, самое важное, пожалуй, что нужно знать, помнить всем родителям, которые оказались в такой ситуации. В конце концов, если вам не разрешают видеться и общаться, если вы психически вменяемый человек, если вы социально адаптированный человек, ни один суд в мире не лишит вас родительских прав. Если вы не лишены родительских прав, вы имеете полное право интересоваться успехами ребенка в школе, интересоваться успехами ребенка в саду, да, в детском саду у нас тоже различные педагогические процессы с ребенком происходят, и поинтересоваться его развитием. Второй родитель имеет полное право, но это нужно делать спокойно, корректно, стараться это делать так, как будто бы вы живете вместе со своим ребенком, и никто у вас никого не отчурдал. Если вы предельно корректно общаетесь с педагогами, если вы производите на них положительное впечатление, да, не открываете с ноги дверь у психолога, ни в коем случае, там, или у директора, не пытаетесь скандалить, не пытаетесь выдрать ребенка, а просто корректно приходите в дошкольное или школьное учреждение, или в образовательное учреждение, просто спокойно интересуетесь успехами, искренне интересуетесь успехами и неудачами своего ребенка, то педагоги, они вполне себе спокойно пойдут вам навстречу, почему нет. Собственно, если вы покажете, что вы именно включенный в своего ребенка родитель, не в конфликт высшим супругам, а в жизнь своего ребенка. Поэтому я советую по максимуму просто включаться в жизнь своего ребенка, прислушиваться внимательно, понимать его потребности здесь и сейчас. Потому что вы такой же родитель, мы часто говорим о том, что у нас равные права. Это не случайно так, потому что оба родителя, нет на самом деле главного или второстепенного родителя. Оба родителя важны в жизни ребенка. Вот это следует помню. Спасибо. А можно, пользуясь своей ситуацией, буквально вчера я озвучил свою уже, ну не новую идею, просто я ее вчера оформил в виде каста небольшого. Идея была для родителей, у которых достаточно давнишнее уже отчуждение. И ребенок, ну там для разных вариантов, либо ребенок еще не имеет просто собственных средств связи, тогда можно сообщить ему некое средство, таким образом, сейчас скажу каким. Если он уже большой и он имеет собственные средства связи, то напомнить, что он мог бы вообще-то связаться там, да, и что они могли бы поговорить. А именно идея в том, чтобы заказать коммерческий постер рекламный, где разместить часть информации, к примеру, поздравление с днем рождения. Я даже там такой макет небольшой привел, там Маша с днем рождения, твой папа. Есть варианты, можно в определенных случаях с фотографиями, с совместными фотографиями, без фотографий, в зависимости от того, какие материалы в наличии и сколько времени прошло с прекращения общения. Можно первого психолога, какого я могу спросить мнение, как вам такая идея, попытка не навязываться, а именно вот так, ну публично поздравить и этим самым о себе напомнить. Можно и так. Понимаете, у нас высокие технологии шагнули далеко вперед. И возможность дать какой-то стимул ребенку визуальными, аудиостимул или еще какой-то стимул напомнить о себе, их на самом деле очень много. У нас НКО от этой страны ребята на самом деле очень изобретательные. И там придумывали не только постеры, но и шарики, и мелом рисовали, что только не делали, чтобы как-то ребенку дать понять, дать свою поддержку вот этим самым. Да, не могу контакт установить визуальный или аудио, да, пожалуйста, хочешь постером, хочешь шариком, хочешь чем хочешь, да, главное, чтобы действий не было, конечно, противоправным, да, это важно. Ну, соответственно, я только за, я за здоровые отношения со своим ребенком и за то, чтобы у ребенка была просто по-человечески радость, да, от того, что выглянул он в окошко, ничего себе, папа постер написал. Ну, вообще-то, ребенок может и нагордиться. Я в примере имел в виду постер, ну, скажем, вот на остановке общественного транспорта, купленный на коммерческих условиях. Ну, я бы рекомендовала все-таки остановку выбирать поближе к месту жительства ребенка, но все-таки мы адресуем прежде всего ребенку, да. Нет, ну, естественно, я не имел в виду остановку где-то там, я имел в виду остановку, мимо которой он, скорее всего, ходит, ну, или он, или его одноклассники, такая идея. Ну, это отличная идея. Я просто поддерживаю. Просто прекрасная на самом деле идея. А по поводу шариков можно поподробнее, а в чем идея с шариками? Ну, один из отцов в день рождения своего ребенка командой приехал в Пагленду и, собственно говоря, закупили шариками, закупили ленточками, и, собственно говоря, идея была в том, чтобы эти шарики презентовать ребенку. Но идей таких, на самом деле, было много, они не новые, они по-разному, конечно, разные обстоятельства. Бывает так, что мама захлопнула, например, дверь, и ребенок как-то не смог увидеть эти шарики. Можно под окном встать, можно там что-то проскандировать, ну, если время, конечно, не 12 ночи. Да, то есть идей с шариками, на самом деле, может быть минимум. Все зависит от фантазии папы. Можно под окном встать, повторюсь, можно просто прийти к ребенку с шариками в день рождения, или просто прийти к ребенку с шариками с желанием порадовать. Как правило, это работает с маленькими действиями достаточно. Здесь маленькие любят яркие стимулы. Я сейчас, опять же, не про манипуляцию, а про искреннее желание подарить своему ребенку радость. шарики, шарики, они могут подарить вам вполне себе радость в день рождения. Как-то так. Как ваш прогноз, как профессионал задействован в этой тематике, когда это будет, ну, более-менее общеизвестным, эти вещи, во-первых, да, это стадия первая, вторая, когда это будет, наконец, каким-то образом, ну, так или иначе, введено в нормативные акты, либо хотя бы просто в практику, чтобы это учитывалось во время разводных процессов, после разводных процессов, когда это будет учитываться, если вообще это есть такое на горизонте, что это когда-нибудь будет иметь значение при разрешении вот вопросов по соблюдению расписания, порядке общения, введение проживания 50 на 50 и что-то подобное. Есть такое на горизонте вообще мы? Можно этого ждать? Как по мне, как только у нас появятся действительно профессиональные люди во власти, да, я уверена, что они есть, да, но мы о них не слышим, потому что при их участии все-таки конфликт сводится на нет, да, и каких-то ужасов еще не происходит, что все-таки станет больше профессионалов на местах, да, и какие-то вот вещи элементарные житейские, человеческие все-таки научатся люди, которым встанут эти полномочия понимать, принимать, как-то учитывать и рассматривать. Если у нас суд или какой-то орган власти априори на стороне матери, да, и считает мать главным родителем, я повторюсь, я как профессионал считаю, что нет главного родителя, у каждого человека есть два родителя, важных и нужных ребенка, да, вот как только к этому пониманию придут люди, я думаю, что у нас ситуация наладится, и каждая история, она требует все-таки индивидуального подхода, индивидуального рассмотрения, существует масса разных процессов, да, мы сейчас с вами говорили о все-таки психически здоровых людях, которые просто попали в трудную жизнь, что два важных человека, и вот как только мы к этому придем, у нас все-таки больше станет позитивных исходов в данной ситуации, и меньше будет травмирующих, действительно, очень сильно травмирующих ситуаций, но, опять же, да, мы сейчас очень много говорили о все-таки психически здоровых родителей, которые не социально опасны, опять же, случаи, где родители могут иметь какие-то особенности развития, которые могут действительно быть опасными для ребенка, они тоже требуют отдельного рассмотрения, не можем в таких случаях говорить, что общение с вторым родителем должно быть без контроля, здесь тоже очень много главных, поэтому, я за индивидуальный подход к каждой ситуации, когда мы увидели подход к каждой ситуации, и понимание, плюс понимание, что родители все-таки два, и обеценивать второго родителя и друзья, но все-таки мы придем к тому, по большинству ситуации и будут разрешаться принять. Жаль только жить в эту бору прекрасную, как говорится. Вы знаете, Сергей, я не правитель оптимист, оговорочка по Фрейду, на самом деле я как-то очень оптимистично смотрю на общество, потому что общество в любом случае развивается, как-то оно пришло вот к этой ситуации, и оно не может находиться в таком вот плато, что его развитие очень долго, все равно будет какой-то еще скачок в развитии, что-то еще в обществе, какой-то процесс появится, какое-то еще понимание, ситуация. Потому что если мы рассмотрим понятие семьи в средние века, то, что было, и посмотрим на то, то, что есть сейчас, это просто два разных понятия о развитии и о воспитании ребенка. Поэтому все динамично на самом деле, все развивается, и я надеюсь, что мы все-таки придем к чему-то здоровому. Больше будет здорово в ситуации. А вы лично как-нибудь задействованы, ну, не знаю, в реформировании или попытке, скажем так, реформировать нашу современную систему? Ну, присоединяется Ринат со своими политическими взглядами. Да, но это больше не взгляды. Мы уже на протяжении, наверное, месяцев трех изучаем у нас семейный кодекс и все семейные законы, что касается Испании, Италии и Германии. И вот, не помню, у кого-то я тоже на стриме говорил, у меня есть уже решение Верховного Суда Германии Мундестаг о том, что одному из отцов у них есть этот закон, собственно говоря, присудил совместную опеку. В Испании это называется совместное родительство, в Германии совместная опека, и вот этот закон, он у нас сейчас прорабатывается, и как сейчас этот долбанный коронавирус, эпидемия, я не знаю, как это просто назвать, длительные выходные непонятные, мы этот обязательно законопроект уже будем отдавать на рассмотрение, и все-таки мы надеемся, кстати, тоже может подключаться в разработке этого законопроекта, потому что этот закон, он страшен для нашей действующей власти тем, что он отменит алименты, потому что основные тезисы и база, на которую мы сейчас, собственно говоря, склоняемся, которая сейчас уже есть, это, если ребенок до трех лет никто не спорит, что действительно, если он кормится грудным молоком, то действительно ему нужно жить с мамой, тут вообще спора вообще в принципе нет никакого, но после трех лет и до семи лет ребенок имеет полное право жить наполовину с папой, наполовину с мамой, это может быть график, два через два, месяц через месяц, три месяца через три месяца, и тут сразу у нас Министерство образования и психологи, кстати, Мария у нас подтвердит, сразу скажет, а вот как так, вот после семи лет ведь одна школа, он будет ходить там в разные школы, нет, то есть если, к примеру, в Москве, в одном конце, грубо говоря, Москвы, там в Зеленограде живет мама, а в Химках, ой, ну не в Химках, да, там в Ихина живет папа, то значит ищите школу посередине, ну вот какой еще выход, это будет оптимально для ребенка, и никто при этом не платит элементы, и власти это очень невыгодно, потому что никто не будет платить элементы, и сразу, опять же, Мария меня сейчас поправит, будут матери, которые действительно одни воспитывают детей, то есть где отцы, алкоголики, еще что-то, как быть им, вот о них должно заботиться государство, не отцы, которые платят элементы, а государство, если отец действительно плохой, бил-пил, вот в реальности, он бил-пил, шить родительских. Смотри, вот наша, вот я думаю, что мужская точка зрения, она все-таки будет, совместная опека, это 50 на 50, и при этом никаких элементов, еще что-то, но как быть, к примеру, если два родителя живут в разных городах? Вопрос хороший, это вопрос мне? Да. Ренат, ну ты меня наделяешь на самом деле очень такими большими полномочиями и решать судьбу родителей, живущих в разных городах. Ты наш главный врач. Я уточню, я все-таки не врач, я педагог по образованию, у меня педагогическая психология, первый диплом, второй диплом по клинической психологии, поэтому Ренат периодически путает меня с врачом. Как быть, если родитель, оба родителя живут в разных городах? Я думаю, что родители вообще-то взрослые люди, и они могут какие-то тоже шаги предпринимать, по-человечески предпринимать, помимо закона. Законодательные вот эти вот акты, на мой взгляд, предложенные Ренатом, они еще очень сырые, они требуют доработки, и очень много «но» у них, потому что все-таки человеческие именно отношения до конца уложить формат бумажки, уложить формат какого-то графика невозможно. И просчитать их тоже невозможно, потому что мы все люди, у нас есть эмоции, у нас есть процессы, у нас есть какие-то обстоятельства, и наша главная, основная задача родителей, нас осознанных, это все-таки идти в этом осознанном родительстве навстречу друг другу. В конце концов, мы и сами можем проявить инициативу друг с другом и попытаться договориться, что в этом году ребенок, например, предположим, к тебе приезжает на каникулы радостно, а в следующем году он переезжает к тебе на год попробовать поучиться в твоей школе в другом городе. То есть это такие частные случаи на самом деле. И просто тут дело в уважении, наверное, взаимном своего родительства, потому что первый вопрос, который я обычно задаю на приеме тому родителю, который очень сильно награждает эпитетами негативными второго родителя, говорит, вот он такой сякой, у меня от него ребенок, я задаю первый вопрос. У меня момент такой интересный. Как этот монстр оказался в вашей кровати? То есть, следовательно, почему-то мы этого человека выбираем, и вот самая основная задача роста над собой и, собственно, такого развития, это научиться уважать собственный выбор. Почему-то я этого человека выбрал, или почему-то я этого человека выбрала, собственно говоря. Да, мы теперь родители, мы можем не быть мужем и женой, но мы родители, да, и мы способны договариваться, мы способны обсуждать все моменты, даже спорные, даже сложные, и приходить к чему-то. Да, когда родители живут в разных городах, это действительно сложно, опять же, как-то отформатировать. Вообще, в принципе, человеческие отношения отформатировать сложно. Я вот, честно говоря, не во всем согласна с Ренатом, да, вот что должно быть только так и никак иначе, все равно должна быть какая-то определенная человеческая митка. Можно попробовать разобраться в своих отношениях друг с другом, да, есть специалисты, есть семейные психотерапевты для этого. Специалисты есть и возможности есть. Есть возможность, не уничтожая друг друга, все-таки в конечном итоге договориться о своем совместном родительстве, когда проблем станет меньше. Вот такая моя точка зрения. Вот так я вывернула. Я не видел как бы этого законопроекта будет любопытно почитать. Я могу поделиться очень кратко, навскидку, когда давно связывал, сконтактировал с канадским адвокатом Кэрри Линде, который был, собственно, на короткой ноге и лично знаком с Гарднером. Он был одним из главных действующих лиц в продвижении реформы, которая, совместное родительство в Канаде. И, собственно, и поныне этой темой занимается. и там с сенатором с одним канадским был очень плотно связан. Энн Кул, она сейчас, к сожалению, в отставку уже вышла. Так могла бы, наверное, что-то интересное рассказать. Так вот, суть его реформы, которую он двигал еще там уже, наверное, уже лет 15, наверное, этой теме в сумме. Значит, он формулировал таким образом, что при разводе должна существовать оспариваемая презумпция 50-процентного совместности. То есть, что суд отталкивается начинает с того, что да, у обоих есть право 50 на 50. И если человек как бы добровольный готов отказаться от своей доли, например, или сдвинуть эту долю, то это один вопрос. Но если он хочет уменьшить долю другого, потому что он хочет, но другой возражает, то он должен предвести аргументы достаточно серьезные, то есть аргументированные возражения. Почему, например, нельзя поделить 50 на 50, а почему, например, можно поделить, ну скажем, 80 на 20. Ну, а дальше там, соответственно, там аргументы. И среди аргументов, естественно, желательно было бы учитывать, что если бы у нас признавалось, отчуждение родителя, поведение, которое показывает эти такие вот отчуждающие шаги, что оно, по сути, является психологическим насилием над ребенком, да, соответственно, если бы это считалось насилием, а между прочим, это будет вот в классификации болезни с 22-го года уже войдет, там есть статья по этому поводу, про отчуждение родителя, когда она к нам попадет, не знаю, наш классификатор, этот МКБ, ну, в общем, какое-то время, наверное, займет. В общем, если бы это считалось вредом, то это было бы серьезным аргументом в споре, когда идет, собственно, взвешивание, кто где должен жить и почему должен жить. Он также сказал, что у них по факту уже вот там, мы с ним последний раз общались года три назад, он сказал, что закон у них так и не приняли, поскольку у них система прецедентная, право, не как у нас, то по факту почти уже она уже существует, хоть она вот прям жестко не прописана в законодательных актах, но она существует в судах, то есть судьи опираются на некий уже наработанный корпус дел, фактически, говорит, вас ожидает почти вот презумпция равного родительства, почти, ну, кроме там отдельных исключений. При этом алименты, конечно, они полностью не победили, потому что сохраняется, ну, например, потому что банально есть разница в абсолютных цифрах в зарплате между, допустим, матерью, особенно если она провела какое-то время дома, в декрете или аналоге, ну, в общем, в отпуске под уход за ребенком, оплачиваем, не оплачиваем, не суть. Суть в том, что она как бы меньше доход, соответственно, когда они разделяются, то у них есть такая тоже презумпция, что уровень жизни должен почему-то, сейчас не будем про это углубляться, почему-то уровень жизни должен сохраняться после развода, почему, неизвестно. Скажем, разведенный человек не ожидает, что продолжать ему приходить, допустим, убираться и готовить, но почему-то презумпция, что деньги он должен давать, почему-то остается, но это за кадром. Я на вскидку, как бы я решил вопрос, сейчас не пытаюсь предложить какое-нибудь гениальное решение по поводу разных городов, можно оттолкнуться от того, что редкая ситуация, которую нужно отдельно обработать, что, например, люди изначально жили раздельно и ребенок получился уже при раздельном проживании, то есть они жили в разных городах, например, один из них ездил наездами и получился ребенок. Это особая ситуация, ее стоит обдумать, но в основном, как мне кажется, ситуация развивается по-другому. Люди какое-то время все-таки живут ну либо совсем на одной площади, либо где-то близко. Соответственно, ребенок появляется, скорее всего, при совместном проживании. Там, где он идет впервые, во-первых, где он живет, а во-вторых, уж точно, где он ходит, например, в детский сад и школу, там как бы его, ну скажем так, основное место. И во многих странах, я знаю, в некоторых штатах США, например, существуют ограничения, то есть, допустим, даже если ребенок живет с одним родителем, то этот родитель, с которым ребенок остался, не может просто взять и сняться и переехать в другой город. Это запрещено. То есть, он это может сделать, но для этого он должен достигнуть согласия нотариального со вторым родителем. То есть, они могут договориться, что да, хорошо, езжайте. Но если они не договорятся, то это просто запрещено сделать. Но социальные контакты ребенка, да, и про момент, и про процесс обучения, про процесс воспитания, развития ребенка, нельзя этот процесс педагогический взять и нарушить пожелания родителей. С этим процессом нужно считаться. Наверное, может быть, об этом речь? Как вам кажется, Сергей? То, что, например, это непрактично, скажем, учиться в двух школах в разных районах, естественно, это нереалистично, это против всех разумностей. Вопрос, как обеспечить, чтобы ребенок все-таки ходил в одну школу? С одной стороны, вот, например, да, мы против того, чтобы он, это ненормально, нереалистично думать, что ребенок будет учиться там через неделю в разных двух школах или даже через месяц. Это невозможно. С другой стороны, что не бывает ситуации, что в жизни родители просто берут и переезжают, там, например, моя бывшая супруга, например, была дочь военного. Они за ее школьную историю переезжали раз, не знаю, шесть или семь, только то, что я знаю. И никто не считает это какой-то трагедией. Ну да, это неудобство, но, в принципе, ну что, снимается семья и переезжает. Новая школа, новый круг. Никто не устраивает судов, да, ой, какой ужас, порвались все личные связи. То есть, как бы тут тоже другая крайняя точка, да, такая есть. По большому счету, получается, что, ну, совсем идеальная ситуация, это, которая вот, я слышал от некоторых психологов, что они ее рекомендуют прям взять за основную. Когда ребенок остается жить на некой постоянной площади, вот у него адрес, грубо говоря, не поменялся или там хотя бы район не поменялся, а родители к нему переезжают попеременно, там, ну, так, как они договорятся, допустим, там, через неделю, через две недели. То есть, они живут с ним. Ребенок живет в одном месте. Родители меняются. Вот такая схема. Ну, мне кажется, например, в случае, допустим, двух районов Москвы это вполне рабочая схема. Почему бы нет? Да даже если родители живут там, постоянная квартира у одного, там, не знаю, в Химках у другого, пусть будет Выхина, да, все равно они могут где-то иметь точку, да, где живет ребенок. Либо они снимают эту квартиру, либо они ее покупают. В общем, это уже как бы вопрос технический. Опять, у кого есть такая возможность, конечно, да? Между прочим, такая возможность не у всех есть. И как быть, если там, например, один родитель живет в Хосьминках в Хрущевке, а другой родитель живет, живет где-то, например, в Одинцово, да, и с ними еще проживают дедушки, бабушки, еще кто-то, да? У нас очень часто разные поколения уже пытаются ужиться в одном помещении, в одной жилплощади. И тогда такая схема просто не будет работать. Не, ну, естественно, вся семья не может переезжать с бабушками, с дедушками. Это понятное дело, что тут все-таки родитель, как бы главное лицо, да, он вступает с тем, чтобы жить с ребенком, работать с ним, то есть, в смысле, воспитывать и так далее. Никакого смысла нет в том, чтобы вместо него объезжала там, не знаю, бабушка его по линии того родителя, который здесь должен сейчас жить. Это, собственно, бабушка даже и не обладает правами, собственно, как родитель, поэтому даже правомерность ее ответственности вызывает вопросы. А как технически это реализовать, ну, если люди совсем уж проживают? Я просто, я так про что говорил, что изначально же люди все равно жили в одной точке, да, то есть, у них ребенок был совместно где-то, значит, они там проживали. Причин, почему ребенок не может там остаться, никаких особенных нет, если есть такое желание и возможность. Ну, а почему нет? По крайней мере, если бы такой вариант в законе был предусмотрен, например, одна сторона говорит, я готов за это взяться и финансовые расходы за это, там, свою часть взять на себя. Значит, это можно рассмотреть. Вполне. Понимаете, мы сейчас с вами обсуждаем вот этот интересный момент именно договора между родителями, как и что должно быть. И идеальный вариант, да, как я уже говорила ранее, это когда родители осознанно подходят к обстоятельствам и умеют искать какой-то компромисс. Будь то какая-то квартира между, да, этими районами, будь то квартира там одного из родителей, вот как они договорятся на самом деле, так и будут. Меняются ли они, или, знаю, второй родитель по соседству снимает квартиру, а свою сдает, ну, предположим, да, как тоже рабочий вариант, и просто часто видится с ребенком. Почему нет? Как кому нравится вот в этой ситуации? Ну, вопрос только в том, что является отправной точкой. То есть, как у нас сейчас, по факту, да, вот, я не знаю, такого нигде прямо не прописано, да, но тем не менее у нас тоже какое-то странное прецедентное право. Если мы узнаем про некую пару абстрактную, вот я, например, узнаю, кто-то мне говорит, жилет, пусть будет Маша и Вася, Маша и Вася разводятся, у них есть ребенок. Я могу поставить свои деньги с вероятностью 95%, что дети останутся с Машей, да, Вася куда-то исчезнет, и будет только алименты платить. По факту действует такая презумпция. А с Керри Линда, да, адвокат, он, собственно, выступал с тем, чтобы эту презумпцию сместить вот с этой нашей презумпции на презумпцию 50 на 50, и уже чтобы от нее суд как бы шел. То есть нужно обосновать, почему не, почему этого нельзя делать, а не обосновать, почему это надо сделать. У меня один из первых роликов на канале, уникальный отец, который в Москве смог добиться попеременного проживания, там, по-моему, у него была смена то ли две недели, то ли месяц, я уже не помню, но, в общем, в Москве добился, но это какой-то, ну, во-первых, особенный отец, а во-вторых, ему повезло попасть, видимо, на особенного судью. Ну, как раз просто у судьи в этот день был очень счастливый день. Возможно, да. Давайте мы не будем переходить на личности, потому что судьи действительно бывают разные, бывают разные судьи, адвокаты, юристы, психологи, врачи и все остальные и прочие специалисты бывают очень разными, поверьте. И отцы бывают разными, и матери бывают разными. Поэтому просто, ну, как сказать, счастливая семья, да, все равно для ребенка это семья, мама и папа. Счастливый ребенок, которому повезло, что родители смогли договориться. В принципе, да, тут единственный некоторый парадокс возникает, что, получается, родители, которые могут так грамотно договариваться, возникает вопрос, как они, собственно, до развода дошли. Есть такой элемент парадокса здесь. Понимаете, бывает мотив финансовый, да, ну, деньги не поделили ребята, ну, что... Разный социальный статус, людей очень играет большую роль. Вот знаете, я сейчас вот уже двигаясь плавно к завершению нашей сегодняшней конференции, аудио, да, нашей сегодняшней встречи, хочу привести в пример одну семейную пару. Я не буду называть, не имел ни фамилии, но и языческие соображения, но, тем не менее, у меня в практике был такой случай. приходит мама на консультацию с сыном, говорит, так и так, сын начал заикаться и бояться всего и вся, папа в частности. Что случилось? Начинает собирать анамнез. Выясняется, значит, отец в разводе с мамой, и у мамы, видимо, вот какой-то всплеск эмоциональный случился, да, и ребенок стал этому свидетелем. Отец испугался, не сориентировался в ситуации, да, что это какое-то вот чисто эмоциональное, у мамы двое детей, маленький брат, ребенок на руках, все мы знаем, ни для кого не секрет, гормональные всплески, они имеют место быть даже у самых отрабатывших женщин. Соответственно, у мамы там случился какой-то вот афет, тяжелый афет. Папа испугался, пригласил опеку и психиатра. Ребенок все это видел. Потом ребенок вдруг решил, что папа хочет отобрать у мамы, а папа там не хочет. Папа там, как потом выяснилось, вообще-то совершенно другого хочет. В конечном итоге, я говорю, «Так, дорогая моя, давайте консультации проводить совместно с папой». Я говорю, это касается вашего ребенка. Значит, мы будем, и теперь, вот, впоследствии всей этой ситуации, ребенок, папа боится, ребенок с папой на контакт не идет, ребенок начинает заикаться, у ребенка появляются страхи и неврозы, у ребенка на учете у невролога и куча-куча бяк. Неприятностей. И тут я на свой страт и риск вызываю папу. Ну, через маму, конечно, я приглашаю на следующую консультацию двоих родителей. Я говорю, это возможно. Она пожимает плечами и уходит. Проходит неделя, они возвращаются с папой. Папа начинает включаться в своего ребенка, говорит, что делать, собственно говоря. И мы начинаем разрабатывать план безопасного контакта отца и ребенка для того, чтобы контакт был нерезким, постепенно, спокойно, в спокойной обстановке. То есть в этой ситуации папе было необходимо все обещания ребенку строго исполнять. То есть для ребенка папа должен был стать предсказуемым, следовательно, безопасным. Потихоньку, полегоньку закончилась эта история следующая. У ребенка уходят страхи, уходят заикания, не до конца, конечно, но уходят постепенно. Родители спустя два месяца приходят ко мне в кабинет. Ребят, с дорогущим букетом говорят спасибо и сообщают о намерении вновь пожениться. Да, такие счастливые ситуации тоже будут. Поэтому у каждой пары случается кризис, даже у самой договороспособной, у самой адекватной, просто все этот кризис проходит очень-очень по-разному. Поэтому у любой пары есть надежда, в принципе договориться, если они не болеют. Не ненавидят друг друга. Не больны, например. Не являются социальными. Кстати, фильм прошлого года, по-моему, «Брачная история», он, по-моему, номинирован, там был на какие-то награды. Как раз в этом фильме говорится и показывается про то, что делают родители в разводе. Там как раз история семьи с маленьким ребенком. Мать уехала к своим родителям в другой город, и отцу пришлось потратить всю свою огромную премию на адвокатов, еще кого-то. А по сути, во всем этом была, ну, не знаю, я, наверное, это назову виноват социум, который изначально приручает девушек, женщин, так жить. То есть в случае какого-то расставания, развода, либо еще что-то, они сразу летят к своим родителям на квартиру с ребенком. Это стандартная история. Не все. Ну, правда, не все. Ну, это популярная тема, я понимаю, да. Ну, конечно, не все. Но не всегда. Бывают разные истории. Я просто, Сергей, хотела показать, что не все так в нашей жизни печально, да. Вот на примере вот этой пары я могу сказать, точно сказать, что у каждой разводящейся пары есть шансы прийти как минимум к осознанному родительству, во-первых. Во-вторых, к определенному консенсусу. Ну, и самый, наверное, потрясающий случай, когда пара решает, что они не разводятся, да, что они снова семья, да, что они снова друг к другу прислуживаются, адаптируются, учитывают свои какие-то моменты сложные и учатся друг с другом жить. Вот это, наверное, самый такой идеальный вариант. Но это сами два взрослых человека должны все-таки прийти и стремиться к таким позитивным достаточно моментам. Вот такое мое мнение. Ну что же, это отличная нота для подведения такого. Ну, окончательную точку ставить не будем, давайте поставим точку запятой. Спасибо огромное, что нашли время при таком нашем сложном карантинном положении и занятом расписании. Надеюсь, что мы еще не раз об этом поговорим и бог даст, когда карантин закончится, сможем это сделать очно, с лучшей аппаратурой, с лучшим звуком и вообще более спокойно. Если бы не карантин, бы с удовольствием посадили бы в нашей студии, в нашем офисе с доской, чтобы она там прям все объясняла бы, но, к сожалению, у нас же все на карантине. Да, поэтому мы вынуждены с определенными ограничениями вести, заговоря диалог с нашими слушателями. Видео на эту тему, русскоязычных особенно видео, очень большой дефицит, так что буквально каждое следующее видео, любое, вот, ну, подобный разговор, он резко продвигает всю сразу русскоязычную, ну, и моносферу, и вообще. Значит, как карантин закончится, так сразу же делаем прям лекцию. Я за. Договорились. Ладно. Ну, что ж, спасибо огромное еще раз. Желаю вам удачи в делах, вот, и там безопаснее с этими всякими там маячками, которые вы находите. Это, конечно... Ну, фотографии обязательно вышли. Это очень интересный такой аппаратик. Так что аккуратным нужно быть каждому, но на самом деле проблема в том, что большинство людей бы, вот, которые там обнаружили у себя маячки, еще что-то, наверное, бы испугались, да? А, по сути, те отцы, которые сейчас борются за детей, причем борются активно, там, мне кажется, нам просто терять нечего, мы идем к своей цели, своим путем, и когда нам кто-то скажет, вот, слышь, мы тебя там взорвем, либо еще что-то, да взрывайте. Ну, давайте не будем о таких радикальных методах. Я все-таки надеюсь, все-таки мы цивилизованные люди, и я надеюсь, что и наши, те, кто с нами не согласен, все-таки как-то включат голову и подумают про те методы, которыми они действуют, потому что мы такими методами не действуем, мы против насилия, мы против взрывов, да, Ринат, и мы против противоправных действий в любом случае, потому что у каждого человека есть мозг, и мы очень надеемся, что все-таки каждый научится им пользоваться правильно. Ну, в итоге я могу сказать только одно, что вот, что было у нас за 90-е годы, творилось в нашей стране, то что-то мне кажется, что это все вот, судя по всем последним событиям, просто повторяет. Ринат, история циклична, поживем-увидим, да, но я надеюсь, что мы все будем жить, будем жить хорошо, счастливо, и хочу, конечно, пожелать всем родителям, абсолютно всем детям, все-таки здоровья, и пожелать всему миру, наверное, всем тем, кто меня слышит, все-таки справиться с той ситуацией непростой, которая у нас сейчас, с этой ситуацией, с коронавирусом, с карантином, вот, и всем здоровья и удачи. Спасибо. Счастливо? Всего счастлива. Всего доброго. До связи. Счастливо. Счастливо. Счастливо.